Всем доброго дня! В этом небольшом сюжете я хочу просто подписчикам спросить совета. Вот у меня комнатный перчик, он как бы считается декоративным, Алладин название. Он у меня уже цветет и плодоносит третий год. Но в этом году у меня что-то получилось на стволе. Он завязывает прямо из-под земли, вот я покажу. Прямо на стволе, на перчике, он начинает цвести и прямо до самого верха. Нужно ли оборвать эти цветочки от корня? Или же пускай они образуют побольше куст? Не знаю, что делать. Жалко, конечно, он третий год меня радует. И бесперерывно. Вот он январь, месяц, февраль сегодня. Третий февраля. Вот он третий февраля, он отплодоносил в декабре. И вот уже в феврале он опять цветочки пускает. Уже вот даже перчинки маленькие пошли. Он меня радует. Третий год. Очень хороший такой перчик. Я даже довольна им не знала, что он может на третий год так цвести и плодоносить. Перчинки, конечно, маленькие. Такие они у меня в засушенном виде есть. Матюша, ты можешь показать перчик какой? Ну ладно. Думаю, что люди знают. Но я просто прошу, кто знает, что мне делать. Обрывать мне или не обрывать. Больно уже на стволе никогда не было. Перчиночки вот там. Принеси мне, если есть. Вот. Посоветуйте. Вот здесь вот они перчиночки. Ну ладно. Не столь важно. Так что, если у кого есть такой опыт выращивания домашних условий такого перчика, подскажите. Может, кто бы у меня первый раз и не нашел. Ну хорошо. И я не знаю, что он где-то. И жалко оставлять. И жалко как бы выбрасывать. Так что, помогите. Советом. И, а еще вот желтеют листики. Не знаю, в чем причина. Такие зелененькие стояли. А сейчас почему-то они стали покрываться какой-то ржавчиной. Ну, такой вот совет я прошу. Подскажите, если можете. Всем пока. Пока.